Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы с вами поговорим о задней панели Xbox серии X. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайкусик и подписаться на канал, чтобы помочь каналу в развитии. Большое спасибо. Не так давно, а именно 7 января ночью, проходило выступление AMD на выставке KES 2020, на которой нам якобы показали со всех сторон новый Xbox. Те, кто проспал это выступление, красавцы. По сути, для тех, кто хотел узнать какую-то новую информацию о Xbox, не было ничего интересного. А тот самый оборот, на который вы сейчас смотрите, это фейк. Да, на выступлении AMD использовали рендеринг консоли, которые не соответствуют действительности. Дело в том, что по сути то, что нам показали, это фанатский концепт. Да, такое тоже бывает. Но в сети на одном из ресурсов появился якобы реальный концепт того, какие порты нас ожидают. Сразу скажу, что это неофициально, но этому изображению я верю больше, нежели уже опровергнутой информацией. То же, возможно, будет на задней панели. Решетка для вентиляции, два USB-шника, без понятия какого вида, один HDMI, разъем для оптического аудио и разъем под интернет и кабель питания. В принципе, ничего особо интересного. С тех данных, которые нам предоставили, можем сделать некий вывод, что никаких дополнительных аксессуаров нас на первых порах не ожидает. И, скорее всего, аксессуары по типу VR, какой-нибудь там камеры, будут подключаться через обычный USB. Насчет HDMI, тут я думаю, что он будет последней версии, а именно 2.1, который имеет поддержку более высокой частоты обновления экрана и разрешения 4K, 8K и 10K. Плюс, вроде как, имеется увеличенная до 48 гигабайт в секунду пропускная способность. Если вдруг кто не знал, и если мне все-таки не изменяет память, то на Xbox One X был HDMI 2.0B, который поддержит разрешение до 4K. Единственное, что смущает, так это то, что по информации должно быть сзади 6 разъемов, но их на концепте указано 7. HDMI, питание, интернет, 2USB, оптика. А вот что это, без понятия, если вдруг кто-то знает, напишите об этом в комментариях. Также, если приглядеться, то сверху есть какая-то зеленая штука. Что это вообще такое и для чего это, сказать сложно, поскольку, может быть, это сделали вообще для красоты. Опять же, если у вас есть какие-то догадки, то тоже напишите об этом в комментариях. Опять же, это все не подтвержденная информация, и воспринимать ее как факт не рекомендую. После презентации AMD я все-таки склонен верить словам майков. Кстати, на этой же выставке выступали и Sony, и многие, в том числе и я, думали, что там могут презентовать PlayStation 5. Но хрен там плавал. Презентовали лишь новый логотип. Ой, короче, кто спал, вдвойне красавцы. После всего, я хотел бы в этом видосе обратить ваше внимание на рендеринг нового геймпада. Он также неофициальный, но приближенный к тому, что нам показали. На мой взгляд, геймпад стал похож на геймпад от Google Stadia. И, как по мне, он выглядит слегка стрёмно, из-за того, что на верхней части панели убрали выемку около кнопки Home. Если кто не понял, то я именно про эту выемку. С ней, по моему мнению, геймпад выглядит как-то лучше. По неофициальному рендерингу можно заметить, что якобы остался вход под стандартную гарнитуру для Xbox One. Вот этому я почему-то вообще не верю. Кнопки X, Y, B, A стали меньше. И, как по мне, это тоже бред, поскольку по трейлеру Xbox Series X можно понять, что кнопки там достаточно большие и такие же, как на геймпаде Xbox One. В этом же случае геймпад имеет кнопки размером Xbox 360. Ну и еще маленькая несостаковка в рендеринге. В курках по официальному изображению можно заметить, что курки в новых геймпадах будут иметь некий рельеф. Но в рендеринге, видимо, его и не заметили. Исходя из всей информации в сегодняшнем видео, можно сделать вывод, что лучше все-таки ждать официальной информации. Да, хочется узнать все уже сейчас, но доверяя всем ресурсам подряд, правду найти будет очень сложно. Поскольку новые консоли, видимо, находятся в капец какой секретности. Кстати, о секретности. Если кто-то не знал, то Фил Спенсер, когда репетировал свое выступление на Game Awards 2019, читал фейк-сценарий. И, по сути, благодаря этому вообще никто не мог предположить, что на шоу могут показать новые Xbox. Вот такие, собственно, на сегодня новости. На этом у меня все. Если понравилось видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вашей поддержкой канал будет становиться только лучше. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok